Мусульманский молельный дом появился на Сиреневом проезде 8 лет назад, в 2013 году, именно здесь. Сегодня состоялось главное действие праздника, которое обычно проходит под открытым небом, на площадках у торговых центров. Из года в год массовый намаз в день Курбан-Байрама поражает своими масштабами, но в этом году все было немного иначе. Из-за роста заболеваемости ковид губернатор региона рекомендовал не проводить обряд. Мы проводили намаз рано утром, в 5 часов утра, чтобы те, которые близко с животом, у них есть возможность сюда добраться, они смогли сюда прийти в ограниченном количестве, потому что такое количество мы здесь, конечно, разместить не сможем. Тем более намаз проходил при соблюдении установленных распад и надзором правил. Это, конечно же, и маски, и социальные дистанции. И здесь внутри здания у нас поместилось всего 100 человек. И три ряда у нас было на улице во дворе мечети. Вместо коллективного праздничного намаза сегодня большинство рязанских мусульман читали молитвы дома. А та сотня человек, что разместилась в молельном доме, чуть позже все-таки выполнила основной ритуал праздника. В день праздника, после праздничной молитвы, те, у которых есть возможность, они делают жертвоприношение. Это лучшее деяние, которое может сделать верующий в праздник жертвоприношения, праздник Курбан-Байрама. И мы тоже здесь, после совершения праздничной молитвы, тоже отправились на фермы, где тоже совершили обряды заклания жертвенных животных. Барашек или бы двогодичная корова на семериха наделец. Накануне праздника, в день Арафа, в Саудовской Аравии верующие, стоя на горе Арафат, совершают хач. Просят Всевышнего исполнить их мечты. Считается, что эти мольбы точно будут услышаны. В 2012 году рязанский имам Рашид Бултачеев тоже бывал в всех местах и совершал хач. Остальным же мусульманам рекомендуется в этот день поститься. Сама традиция празднования восходит к древним временам, когда, согласно религиозным писаниям, жили пророки. Слово Курбана, если его переводить с арабского языка, это приближение. То есть верующие хотят быть ближе к Всевышнему Аллаху. А по поводу истории, этот праздник берет начало от пророка Ибрагима. Авраама, когда ему приснился вещий сон, где он должен был принести в жертву своего единственного сына. Конечно, Всевышнему Аллаху не нужны невинные жертвы, человеческая, невинная, пролитая людская кровь. И Всевышний заменил человека на агнец. Кстати, пророк Авраам является, так можно сказать, столовоположником единобожия, основателем трех монотеистических религий, иудаизма, христианства и ислама. Сегодня в Рязанской области около 125 тысяч мусульман. Мечети и молельные дома можно встретить в Касимове и Касимовском районе. Существует проект большой мечети и для города Рязани, но пока не выбрано подходящее место. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».